А сейчас уже другое же. Сейчас уже возраст диктует совсем другой. Кстати, вот о возрасте. Вы знаете, австрийские психоаналитики еще в позапрошлом веке разделили женщин на две категории. Женщина-мать и женщина-дочь. Это не имеет отношения к статусу. То есть женщина-мать, она может быть и не иметь детей, но она из тех женщин, которые все время заботятся о ком-то. О своих родителях, о супруге. А женщина-дочь – это та, которая все время вызывает желание заботиться о ней. Мне кажется, что вот, поправьте меня, если ошибаюсь, что вот женщина-дочь. Я не знаю, как вам на это ответить, потому что я как-то не думала об этом честно. Но то, что я прекрасно знаю, я понимаю, что для меня две любви существуют в жизни. Любовь просто как любовь, и любовь и забота рядом. Вот мне кажется, что я бы разделила иначе. Мне кажется, что женщина-мать – это та, которая и любит, и ее любит, но она еще и любит, и заботится. А бывают такие женщины-матери, которые просто очень любят, но насчет проявления заботы у них все это по-другому, по-спокойнее и иначе. Вот как себя к какой категории присоединить? Я не знаю, я предпочла бы, чтобы обо мне сказали. Потому что людям со стороны… Ты видишь себя по одному, а тебя человек видит совершенно по-другому. Вы знаете, я беседовал с Полиной Лазаревой, вашей внучкой, и она о вас говорит не как о старшем товарища, а как о подружке. То есть такое впечатление, что у вас какие-то общие интересы и одинаковые представления о прекрасном. При том, что я знаю, что вы там не любите гаджеты, вообще не любите молодежный сленг. То есть, казалось бы, в общем, человек такой консервативный в этом смысле. Ну, я вообще консерватор, конечно. А Полина тоже консерватор, получается? Нет, 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 она не консерватор. Просто она очень умная девочка, и она предпочитает со мной не беседовать на ту тему, в которой она не найдет отклика. Или где мы друг друга не поймем. Я просто, вот вы говорите гаджеты, мне очень смешно, потому что я иногда когда слушаю телевидение, смотрю ли радио, вдруг я в машине слушаю. У меня такое ощущение, что как будто вокруг меня люди разговаривают на другом языке. Даже я начинаю, вот когда звучат эти не очень для меня знакомые слова, которые я расшифровать не могу. То есть я, конечно, понимаю, там говорят пейджеры, гаджеты, какие-то эти всякие новые новомодные слова. Не модные, а просто в быту теперь уже вошедшие. Они для меня чужие, потому что я не очень могу... Я не знаю, что такое гаджет, например. И особенно я не вникаю, потому что я... Когда мне звонят по телефону и говорят, что вот у нас новая услуга, мы можем ваш компьютер то-то, то-то. Я говорю, не надо, мне никакой такой услуги, потому что у меня нет компьютера. Мне там застывают на другой части трубки и говорят, как у вас нет компьютера. И думают, что я их дурачу, что они... А я правду говорю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.